Не секрет, что в нашем мире существуют как проявленная, так и непроявленная части реальности. Проявленная часть — это то, что мы можем наблюдать, физические объекты, разворачивающиеся перед нами. Непроявленная часть — это невидимые силы, которые скрыто формируют нашу реальность, бессознательная сфера энергии, поля и вибраций. Почувствовать эту непроявленную часть бывает сложно, поскольку никто не обучал нас этому. Однако наверняка вы задумывались, как эти две силы взаимодействуют друг с другом. По свидетельствам людей, исследовавших этот вопрос на протяжении веков, проявленная часть составляет всего 20-30% нашей реальности. Неудивительно, что мы часто не можем понять причины тех или иных событий, ведь нас этому не учили с детства. Как часто наши родители, бабушки и дедушки говорили нам о том, как надо быть счастливыми, полными любви и доброты. И как вообще жить счастливо. Как правило, мы получаем от них заряд негативных установок и убеждений, которые формируют всю нашу жизнь. И, как правило, это не очень эффективно. Сегодня вы откроете для себя удивительную силу двух простых ключей и то, как они могут превратить ваши мечты в реальность. Если вы готовы контролировать энергию вокруг себя и изменить свою жизнь, то вы сможете справиться с тем, чтобы узнать секреты, о которых другие не знают или не используют в полной мере. Давайте погрузимся в невидимые силы, которые вы высвобождаете с каждой мыслью и каждым намерением. К концу этого видео вы не только поймете эти силы, но и точно узнаете, как использовать их, чтобы формировать свою судьбу. В окончании этого видео вы найдете 15-минутную практику, которую вы должны будете использовать прямо перед сном, закрыв глаза. В течение ближайшего времени вы увидите, как ваша жизнь начнет меняться в нужную вам сторону. Не упустите этот шанс открыть жизнь изобилия. Давайте начнем. Подумайте о следующем. Все в мире – это энергия, как большой магнит, притягивающий то, о чем вы думаете. Почему это важно? Возможно, жизнь заключается в том, чтобы научиться управлять этой энергией. Помните знаменитое уравнение Альберта Эйнштейна? Оно показывает нам, как все, даже стул, на котором вы сидите, началось как энергия. Вещи и энергия – это две стороны одной медали, всегда меняющиеся и трансформирующиеся. Это не новость, это мудрость, которая существует веками. Даже в Библии Иисус говорил об этом. Он сказал, что все, о чем вы просите в молитве, верьте, что вы это получили, и это ваше. Это о том, чтобы так сильно верить в то, что вы хотите, как будто вы говорите. Я знаю, что это правда. Если сопоставить данную информацию с квантовой физикой, то становится очевидно следующее. Ваша реальность равно наблюдатель, то есть вы, и наблюдаемое, то есть то, на что вы фокусируете свое внимание. Как мы знаем, наблюдая за одним и тем же, два человека по-разному воспринимают одну и ту же реальность. Но ваша реальность именно такая, какую видите вы. Соответственно, ваша реальность напрямую связана с наблюдателем, то есть с вами. Эта идея не просто интересна, она меняет правила игры. Она заставляет нас также думать, говорить и иногда даже спорить о том, что на самом деле означает вера. Как говорит Библия, вера – это быть уверенным в том, что мы не можем увидеть. Мы должны полностью доверять тому, что, надеемся, произойдет, даже если вы еще не можете это потрогать или подержать это в руках. Верно, чтобы превратить свои мечты в реальность, вам нужна непоколебимая вера, искреннее убеждение в том, что вы хотите, даже если вы еще не можете это увидеть или потрогать. Вы должны взять силу веры и укорениться в уверенности, что ваши мысли и энергия обязательно станут реальными. Практики, о которых мы поговорим в этом видео, работают по двум основным причинам. Во-первых, орхидея сама по себе символизирует роскошь, изобилие и успех. Это натуральные символы богатства и страсти. Также вы можете использовать в своем воображении пионы или суккуленты. Во-вторых, это связано с вашим намерением. Когда вы сосредотачиваете ум на процветании, используя орхидеи, пионы или суккуленты, вы настраиваете себя на привлечение большего богатства. Каждая ваша мысль прочно вписывается в ваше существование. Каждая из ваших мыслей достаточно мощна, чтобы формировать то, кто вы есть, связывая вас с божественной искрой, которую вы носите внутри себя. Это похоже на осознание. Я сделал это. Даже если вы полностью не понимаете, как это сработало. Воспользуйтесь этой глубокой творческой силой внутри вас и наблюдайте, как она формирует вашу жизнь. И помните эту простую истину. Ваши мысли. Как зеркала для мира, строящие ваши желания в ощутимую реальность. Этот неизменный принцип – универсальное правило, управляющее нашей жизнью. Если что-то не получается, это не правило нарушено. А мы не следовали ему с должным вниманием. Как однажды сказал мудрец, мир – это лишь холст для нашего воображения. Так же, как художник использует краски, мы используем наши мысли и убеждения, чтобы раскрасить нашу жизнь. Начните рисовать смелыми, уверенными мазками и наблюдайте, как ваш мир трансформируется. Чтобы превратить свои мечты в реальность, процесс ясен, но глубок. Во-первых, четко определите свои цели. Наполните эти цели непоколебимой верой и обязательством к невидимому, развивая убеждение такой силы, что сомнению не будет места для укрытия. Пусть эта вера проникает во все аспекты вашего существа. Более того, станьте твердым убеждением, что то, что вы желаете, уже разворачивается. Эти твердые принципы, когда они полностью приняты, последовательно дают замечательные результаты. Данная практика выполняется мысленно и формирует в вашем воображении необходимый вам образ. Для нашего начального ритуала вам понадобится 7 маленьких цветков, о которых мы говорили ранее. Орхидеи, пионы или суккуленты. Представьте их в своем уме. Это не просто цветы. Они – крошечные источники энергии, наполненные потенциалом. Держите мысленно эти цветы в правой руке, ощущая их уникальную текстуру и признавая их насыщенный глубокий цвет, символ процветания, которое они предназначены привлекать. Когда вы будете их держать, начните свою аффирмацию. «Эти цветы привлекают изобилие в мою жизнь». Повторите эту мантру 7 раз, позволяя себе перекладывать в левую руку по одному цветку с каждым словом. Ярко представляйте, как каждый аспект изобилия беспрепятственно входит в вашу жизнь. Визуализируйте, как ваши банковские счета растут экспоненциально, цифры поднимаются все выше и выше. Почувствуйте вес денег в своих руках, хрустящую текстуру новых купюр, особый запах, смесь бумаги и чернил, формирующий аромат процветания. Позвольте волне мира и удовлетворения накрыть вас, пока эти образы заполняют ваш разум. Теперь зарядите эти цветы своей положительной энергией. Представьте, как они светятся теплым золотым светом. Каждый цветок пульсирует богатством. Аккуратно положите эти заряженные цветки в свой кошелек среди ваших купюр. Этот акт не просто символический, а стратегическое смешение энергий, где притягательная яркость цветов наполняет ваши финансовые ресурсы оптимизмом и потенциалом. И помните, эти цветы делают больше, чем просто усиливают то, что вы уже имеете. Они также обогащают финансовые пути тех, с кем вы взаимодействуете, распространяя процветание. Вложите в этот образ чувство своей благодарности. Благодарность является нейрокодом к вашему благополучию и процветанию. Это ключевой элемент в увеличении воздействия этого ритуала. Когда мы готовимся исследовать второй ритуал с цветами, имейте в виду, что существует еще один мощный секрет, ожидающий открытия, который углубляет наше путешествие в философию манифестации. Оставайтесь со мной и будьте вовлеченными, потому что каждый шаг вперед – это шаг ближе ко владению искусством финансового изобилия. Как мы уже говорили ранее, деньги – всего лишь иллюзия, ведь фактически каждый из нас хочет не самих денег. Это состояние. Почувствуйте это состояние. Теперь для второго мысленного ритуала найдите простой стеклянный сосуд, убедитесь, что он прозрачный и пустой. Аккуратно поместите внутрь семь цветков, которые вы выбрали, число завершенности и духовного совершенства. Держите этот сосуд в руках, представляя, что это теплая чашка чая в холодное утро. Теперь представьте все свои финансовые обязательства, все долги и беспокойства, растворяющиеся, как туман под утренним солнцем. Почувствуйте спокойную уверенность, которая приходит с обещанием финансового изобилия, когда вы занимаетесь этим ритуалом. Когда вы кладете семь цветков в этот сосуд, думайте о каждом из них, как о семени процветания. Держите сосуд перед собой и с убеждением произнесите. Это мой источник изобилия. Повторите это семь раз, добавив внутрь немного воды и заряжая воду сутью процветания. Это мой источник изобилия. Каждое утро, готовясь к своей работе или делам, распыляйте свои руки этим эликсиром. Представьте, что все, к чему вы прикасаетесь, становится золотым, символизируя ваше влияние над миром, полным возможностей. Этот ритуал – ежедневное укрепление изобилия, задающее тон каждому дню, наполненному потенциалом. Поразмышляйте о мудрости Иоанна Златоуст, который сказал, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Примите это Царство, развивая игривый детский дух, даже в трудные времена взрослой жизни. Найдите радость в этих ритуалах, но подходите к ним с пониманием того, что каждое значимое начинание требует от нас чего-то – нашей энергии и положительных эмоций. Помните, что наши жизни поддерживаются этой самой энергией. Чтобы процветать, мы должны постоянно обновлять ее, восстанавливаясь через радостные занятия, глубокие связи с другими и погружение в природу. Так же, как вы наслаждаетесь питательной пищей, купаетесь на солнце, гуляете по зеленым лесам или отдыхаете у спокойных вод, признайте неоспоримую истину. Все вокруг нас состоит из энергии. Эта практика, казалось бы, обыденная, задействует древние символы и архетипы, которые формируют наше понимание Вселенной и нашего места в ней. Рассматривайте стеклянный сосуд не просто как контейнер, а как символ самого себя, прозрачного и пустого, готового быть наполненным новыми возможностями и инсайтами. Акт наполнения этого сосуда цветами, которые представляют завершенность и духовное совершенство, это метафизический жест, отражающий наполнение души добродетелями, необходимыми для достижения личного и финансового мира. Каждый цветок, как семя процветания, не просто объект, а мощный символ потенциала и трансформации. Когда вы держите этот сосуд и визуализируете, как ваши финансовые заботы исчезают, вы занимаетесь формой симпатической магии, метафизическим принципом, где подобное вызывает подобное, представляя, как ваши проблемы исчезают. Вы настраиваете свои ментальные и духовные энергии, чтобы проявить изменения в физическом мире. Эта ритуальная практика указывает на ключевую метафизическую истину. Внешний мир является отражением внутреннего мира. Изменяя наше внутреннее состояние, мы можем влиять на наши внешние обстоятельства. Более того, повторение аффирмаций, таких как утверждение, что сосуд — это источник изобилия, является мощной формой заклинания. В метафизических терминах слова — это не просто звуки, а вибрации, которые резонируют по всей Вселенной, создавая волны энергии, способные материализовать наши желания. Это соответствует древнему герметическому принципу как вверху, так и внизу, как внутри, так и снаружи. Выражая наши намерения, мы запускаем энергии, которые отражают эти желания во Вселенной, таким образом осуществляя изменения внутри себя и, соответственно, снаружи. Как уже упоминалось, утренний ритуал распыления эликсира из этого сосуда — это не просто физический акт, а ежедневное подтверждение нашей способности создавать и трансформировать реальность. Он напоминает нам о нашем влиянии над нашей личной Вселенной, микрокосмом в макрокосме, где мы обладаем силой превращать все, к чему прикасаемся, в золото, метафорически произнося эти фразы. Этот ежедневный акт является физическим проявлением метафизического принципа, согласно которому мы формируем нашу реальность через сосредоточенное намерение и энергию. Интегрируя эти практики в свою повседневную жизнь, вы вовлекаетесь в непрерывный цикл обновления и проявления, который отражает собственные циклы природы. Так же, как мы черпаем энергию, взаимодействуя с природой, ритуальное использование природных элементов, таких как цветы и вода, в этих практиках использует энергию Земли, создавая симбиотическую связь между нашими духовными практиками и природным миром. Это отражает метафизическую веру во взаимосвязанность всех вещей, где энергия течет в вечном цикле отдачи и получения. Эти простые ритуалы учат нас потоком энергии, силе намерения и прочной связи между духовным и материальным мирами. Через эти практики мы понимаем, что наши повседневные действия пронизаны потенциалом формировать нашу судьбу и влиять на Вселенную через свои внутренние изменения. Помните, каждое намерение — это не просто желание, это великая команда для Вселенной. Это путешествие начинается с понимания. Чтобы реализовать свои мечты, вы должны вложить не только время или усилия, но и свою суть, вашу энергию. Каждая мысль, каждое действие и каждое намерение объединяются, чтобы создать структуру вашей реальности. Выравнивая свою энергию с вашими намерениями, вы берете в свои руки великую способность формировать свою судьбу. Проявление — это не бездействующее мечтание, это активный и динамичный процесс, это искусство превращения эфира в материю, воображаемого, в переживаемое. Участвуйте в своих ритуалах с осознанностью, будь то укладка цветков в банку или установка намерений на рассвете. Эти действия не просто рутинны, а священные церемонии, которые связывают вас с более глубокими потоками жизненной энергии. Воспитывайте мышление, погруженное в изобилие и благодарность, и поддерживайте непоколебимую веру в безграничный потенциал, который находится внутри вас. Практикуя эти ритуалы, помните о важности баланса между усердными усилиями и благодатью сдачи. Доверьтесь божественному времени Вселенной и оставайтесь восприимчивыми к благословениям, которые приходят в вашу жизнь. Проявление ваших желаний — это не контроль, а скорее согласование себя с ритмической частотой существования и движение в унисон с его вечными вибрациями. Путешествие проявления — это интимная и трансформирующая Одиссея, яркое доказательство способности человеческого духа сотрудничать с Вселенной и материализовать чудеса. Это не только достижение целей или выполнение задач. Этот путь заключается в том, чтобы наполнить ваши самые глубокие намерения энергией, богатой изобилием, радостью и удовлетворением. Вовлекайтесь в это путешествие всем своим существом и позволяйте каждому намерению, которое вы устанавливаете, быть насыщенным мощной силой безграничных возможностей в вашем стремлении превратить мечты в реальность. Будьте намеренными в отношении энергии, которая вас окружает. Окружайте себя позитивом, оптимизмом и людьми, которые поднимают и вдохновляют вас. Эти влияния могут создать святилище для ваших стремлений и пространство, где сомнения, страх и негатив не находят убежище. В этом священном пространстве ваши мечты могут укорениться и взлететь. Примите благодарность как состояние бытия. Это ваш нейрокод к состоянию благополучия. Благодарность усиливает положительные энергии, привлекая еще больше благословений в вашу жизнь. Это сила, которая усиливает резонанс того, что вы притягиваете. Выражая благодарность за то, что у вас есть и что будет, вы открываете двери шире для бесконечной щедрости Вселенной. В заключение примите путь проявления с открытым сердцем и ясным умом. Верьте в свою силу создавать жизнь, о которой мечтаете, с сосредоточенным намерением, динамичной энергией и непоколебимой верой. Вы готовы творить чудеса и трансформировать свою реальность. Доверьтесь процессу, согласуйте свои желания и наблюдайте, как Вселенная работает над тем, чтобы воплотить ваши самые глубокие устремления в жизнь. Через минуту мы перейдем к мощному ритуалу, который следует выполнять каждую ночь перед сном. Прежде чем перейти к ночному ритуалу, обязательно завтра утром после пробуждения позвольте себе короткую медитацию, всего 2-3 минуты. Повторите. У меня все есть. Благодарю. Я согласен и принимаю. После этого подумайте о том, как вы хотите, чтобы прошел ваш сегодняшний день. Прокрутите в голове те встречи, людей и события, которые вы сегодня увидите. Наполните их благодарностью и трепетным ожиданием приятных сюрпризов и чудесных неожиданных событий, которые вас ожидают. Благодарю вас. А теперь перейдем к ночной практике. Расположитесь удобно в своей постели. Почувствуйте свое комфортное положение тела. Закройте глаза и сделайте несколько глубоких и спокойных вдохов. С каждым выдохом почувствуйте, как динамичные энергии дня уходят из вашего тела и растворяются. Идите за словами «пол мужской» или «женский» не имеет значения, потому что внутри вас есть как мужское, так и женское начало. Произнесите фразу «У меня все есть». «Благодарю». Я согласен и принимаю. Почувствуйте энергии, которые начинают работать внутри вас. После того, как вы произнесете несколько раз эти фразы, вы можете засыпать. Вся дальнейшая работа внутри вас будет проходить на подсознательном уровне и проснувшись завтра утром вы почувствуете большую энергию и радость. Сейчас вы даете инструкции вашему бессознательному, каким образом действовать и жить следующий день. «У меня все есть. Благодарю. Я согласен и принимаю. Я все успеваю. Я здоров, красив, наполнен силой и энергией. все мои планы реализуются легко. Удача на моей стороне. Все события происходят наилучшим для меня образом. Я люблю себя. Я люблю весь мир. Я люблю мою жизнь. Я твердо знаю, что достоин всего самого лучшего. у меня все получается великолепно. Моя жизнь наполнена удовлетворением и каждый день приносит мне радость. Я люблю себя и весь мир, что меня окружает. Любовь живет во мне и делает меня удовлетворенным каждый день. Я прощаю себя и отпускаю все негативные программы. Я наслаждаюсь жизнью. Каждый день я вижу прекрасный мир и отзывчивых людей, готовых взаимодействовать со мной. Я становлюсь все более и более процветающим с каждым днем. Я признаю свою свободу. Я могу быть кем захочу. У меня все есть. Благодарю. Я согласен и принимаю. Я все успеваю. Я здоров, красив, наполнен силой и энергией. Все мои планы реализуются легко. Удача на моей стороне. Все события происходят наилучшим для меня образом. Я люблю себя. Я люблю весь мир. Я люблю мою жизнь. я твердо знаю, что достоин всего самого лучшего. У меня все получается великолепно. Моя жизнь наполнена удовлетворением и каждый день приносит мне радость. Я люблю себя и весь мир, что меня окружает. любовь живет во мне и делает меня удовлетворенным каждый день. Я прощаю себя и отпускаю все негативные программы. Я наслаждаюсь жизнью. Каждый день я вижу прекрасный мир и отзывчивых людей, готовых взаимодействовать со мной. Я становлюсь все более и более процветающим с каждым днем. Я признаю свою свободу. Я могу быть кем захочу. У меня все есть. Благодарю. Я согласен и принимаю. Я все успеваю. Я здоров, красив, наполнен силой и энергией. Все мои планы реализуются легко. Удача на моей стороне. все события происходят наилучшим для меня образом. Я люблю себя. Я люблю весь мир. Я люблю мою жизнь. Я твердо знаю, что достоин всего самого лучшего. У меня все получается великолепно. мою жизнь наполнена удовлетворением и каждый день приносит мне радость. Я люблю себя и весь мир, что меня окружает. Любовь живет во мне и делает меня удовлетворенным каждый день. Я прощаю себя и отпускаю все негативные программы. я наслаждаюсь жизнью. Каждый день я вижу прекрасный мир и отзывчивых людей, готовых взаимодействовать со мной. Я становлюсь все более и более процветающим с каждым днем. Я признаю свою свободу. Я могу быть кем захочу. У меня все есть. Благодарю. Я согласен и принимаю. Я все успеваю. Я здоров, красив, наполнен силой и энергией. Все мои планы реализуются легко. Удача на моей стороне. Все события происходят наилучшим для меня образом. Я люблю себя. Я люблю весь мир. Я люблю мою жизнь. Я твердо знаю, что достоин всего самого лучшего. у меня все получается великолепно. Моя жизнь наполнена удовлетворением и каждый день приносит мне радость. Я люблю себя и весь мир, что меня окружает. Любовь живет во мне и делает меня удовлетворенным каждый день. Я прощаю себя и отпускаю все негативные программы. Я наслаждаюсь жизнью. Каждый день я вижу прекрасный мир и отзывчивых людей, готовых взаимодействовать со мной. Я становлюсь все более и более процветающим с каждым днем. Я признаю свою свободу. Я могу быть кем захочу. У меня все есть. Благодарю. Я согласен и принимаю. Я все успеваю. Я здоров, красив, наполнен силой и энергией. все мои планы реализуются легко. Удача на моей стороне. все события происходят наилучшим для меня образом. Я люблю себя. Я люблю весь мир. Я люблю мою жизнь. Я твердо знаю, что достоин всего самого лучшего. у меня все получается великолепно. Моя жизнь наполнена удовлетворением и каждый день приносит мне радость. Я люблю себя и весь мир, что меня окружает. Любовь живет во мне и делает меня удовлетворенным каждый день. Я прощаю себя и отпускаю все негативные программы. Я наслаждаюсь жизнью. Каждый день я вижу прекрасный мир и отзывчивых людей, готовых взаимодействовать со мной. Я становлюсь все более и более процветающим с каждым днем. Я признаю свою свободу. Я могу быть кем захочу. у меня все есть. Благодарю. Я согласен и принимаю. Я все успеваю. Я здоров, красив, наполнен силой и энергией. Все мои планы реализуются легко. удача на моей стороне. Все события происходят наилучшим для меня образом. Я люблю себя. Я люблю весь мир. Я люблю мою жизнь. жизнь. Я твердо знаю, что достоин всего самого лучшего. У меня все получается великолепно. моя жизнь наполнена удовлетворением и каждый день приносит мне радость. Я люблю себя и весь мир, что меня окружает. Любовь живет во мне и делает меня удовлетворенным каждый день. Я прощаю себя и отпускаю все негативные программы. я наслаждаюсь жизнью. Каждый день я вижу прекрасный мир и отзывчивых людей, готовых взаимодействовать со мной. Я становлюсь все более и более процветающим с каждым днем. Я признаю свою свободу. Я могу быть кем захочу. у меня все есть. Благодарю. Я согласен и принимаю. Я все успеваю. Я здоров, красив, наполнен силой и энергией. Все мои планы реализуются легко. Удача на моей стороне. все события происходят наилучшим для меня образом. Я люблю себя. Я люблю весь мир. Я люблю мою жизнь. Я твердо знаю, что достоин всего самого лучшего. У меня все получается великолепно. моя жизнь наполнена удовлетворением и каждый день приносит мне радость. Я люблю себя и весь мир, что меня окружает. Любовь живет во мне и делает меня удовлетворенным каждый день. Я прощаю себя и отпускаю все негативные программы. Я наслаждаюсь жизнью. Каждый день я вижу прекрасный мир и отзывчивых людей, готовых взаимодействовать со мной. Я становлюсь все более и более процветающим с каждым днем. Я признаю свою свободу. Я могу быть кем захочу. У меня все есть. Благодарю. Я согласен и принимаю. Я все успеваю. Я здоров, красив, наполнен силой и энергией. Все мои планы реализуются легко. Удача на моей стороне. Все события происходят наилучшим для меня образом. Я люблю себя. Я люблю весь мир. Я люблю мою жизнь. Я твердо знаю, что достоин всего самого лучшего. У меня все получается великолепно. Моя жизнь наполнена удовлетворением и каждый день приносит мне радость. Я люблю себя и весь мир, что меня окружает. любовь живет во мне и делает меня удовлетворенным каждый день. Я прощаю себя и отпускаю все негативные программы. Я наслаждаюсь жизнью. Каждый день я вижу прекрасный мир и отзывчивых людей, готовых взаимодействовать со мной. я становлюсь все более и более процветающим с каждым днем. Я признаю свою свободу. Я могу быть кем захочу. У меня все есть. Благодарю. Я согласен и принимаю. я все успеваю. Я здоров, красив, наполнен силой и энергией. Все мои планы реализуются легко. Удача на моей стороне. Все события происходят наилучшим для меня образом. я люблю себя. Я люблю весь мир. Я люблю мою жизнь. Я твердо знаю, что достоин всего самого лучшего. У меня все получается великолепно. Моя жизнь наполнена удовлетворением и каждый день приносит мне радость. Я люблю себя и весь мир, что меня окружает. Любовь живет во мне и делает меня удовлетворенным каждый день. Я прощаю себя и отпускаю все негативные программы. Я наслаждаюсь жизнью. Каждый день я вижу прекрасный мир и отзывчивых людей, готовых взаимодействовать со мной. Я становлюсь все более и более процветающим с каждым днем. Я признаю свою свободу. Я могу быть кем захочу. ? Я